Ну что, уважаемые зрители, сейчас я покажу вам отчет, следующий отчет, третий отчет по системе Top Leaders, как набирать подписчиков и зарабатывать деньги в партнерской программе данной системы. Кстати, вы можете видеть, если вы сегодня зайдете, 21 мая, то увидите здесь то, что мне начислилось 2 доллара, то есть в ленте последних начислений партнером. То есть прикольно видеть тут свою аватарку, имя и фамилия, что вот все получается. Теперь давайте я зайду в свой аккаунт в данной системе. Сегодня я больше уделю времени именно заработку именно в партнерской программе Top Leaders, то есть я попытаюсь ответить на вопросы и порекомендовать вам то, как вам быстрее заработать деньги именно с партнерской программы данной системы, а не с той системы, которую вы продвигаете через этот сервис. И пишите, конечно же, свои вопросы в комментариях под видео, чтобы я мог от них оттолкнуться. Но вот сейчас я просто вам скажу, за счет чего у меня уже получилось заработать еще 10 долларов спустя еще, получается, меньше суток. Потому что я вчера записывал в 17 часов, там, по-моему, 18 часов, 20 мая. Сегодня еще сутки не прошли, то есть уже сегодня 12.51, как вы видите у меня вот здесь. То есть четверг, 21 мая, 2015 год. Вот, 12.51. То есть уже за это время я еще заработал плюс 10 долларов. То есть я уже не только отбил вложения, да, но еще и заработал сверху, вот вчера было 8 долларов здесь, а сейчас 20. Получается еще 12 долларов. И это только, получается, там, третий день, да, у нас в этой системе. Вот за счет чего вы зарабатываете здесь деньги именно в этой системе? Еще раз повторюсь, за счет того, что приходят люди, которые становятся VIP-ами. То есть VIP-ами они станут тогда, когда проплатят полностью, вот 10 долларов заплатят и, как бы, свой счет пополнят в этой системе. И тогда вы зарабатываете с них 2 доллара. Поэтому, чтобы вам хотя бы заработать 10 долларов, сфокусируйтесь на привлечении 5 человек. Это могут быть ваши друзья, это могут быть ваши знакомые, да. То есть не нужно, как бы, рассеивать свое внимание, да, просто сфокусируйтесь и пообщайтесь лично с вашими друзьями, которых вы знаете лично. То есть не просто там, которые находятся непосредственно у вас в контакте, в друзьях, тех людей, которых вы не знаете. А именно тех, кого вы знаете лично, которые живут, может быть, с вами на одной лестничной площадке. Вот, то есть здесь лимит доверия очень большой, вы просто человеку скажите, что вот я сейчас, как бы, продвигаю свой бизнес, да, и нашел вот систему Top Leaders, которая позволяет мне продвигать мой уже имеющийся бизнес. Но и там также есть партнерская программа, которой можно хорошо зарабатывать. Вот, вложение всего 10 долларов, вот, но уже можно, там, пригласив 5 человек в эту систему, заработать первые 10 долларов, то есть уже отбить вложение. А потом просто уже помогать своим вот этим пятерым человекам, которые от вас пришли и стали VIP-ами, помогать им найти также по 5 людей. То есть не нужно там сейчас вам думать, что надо там 10 человек, 30, 50 быстрее зарегистрировать в систему, да, особенно если у вас еще нет, например, опыта в этом, да, и нет, например, подписной базы. То есть у меня есть подписная база, но, как я говорил во втором отчете, я вот первые 8 долларов заработал, не делая рассылку по своим подписчикам. Вот, то есть если мы сейчас посмотрим структуру, давайте посмотрим, ну, статистику. То есть, видите, я всего привлек 19 человек, то есть те люди, которые зарегистрировались, то есть лично я привлек 19 человек, 19 регистраций. И вот именно эти 19 регистраций дали мне вот такой доход. Вот, то есть если мы посмотрим сейчас финансовая статистика, финансовая история, то вот мы увидим, да, сколько уже пошло после оплаты VIP-статуса, сколько по 2 доллара пошли отчисления. 20, 20, 20 мая, вот они. Вот, то есть, как видите, система работает и отбить вложения достаточно легко. Просто сфокусируйтесь на том, чтобы работать с теми людьми, которые вас знают лично и которых вы знаете лично. Пригласите их, пусть они заплатят 10 долларов. Это небольшие вложения, скажите так, ну, слушай, это небольшие вложения для того, чтобы попробовать бизнес, да, и заработать хотя бы первые 10 долларов. То есть хотя бы сфокусируйте их на том, чтобы они отбили вложения и там чуть-чуть больше заработали. То есть это одна из стратегий. Я не говорю, что нужно постоянно так делать, но попробуйте хотя бы это, если у вас нет своих подписчиков. Попробуйте просто, давайте еще раз подрезюмирую, попробуйте просто поговорить со своими знакомыми и предложить им эту систему. Именно система, которая может продвигать их какой-то проект, их бизнес. Если у них бизнеса какого-то нет и проекта у них никакого нет, то вы скажете, ну, хорошо, тогда ты можешь в самой системе этой заработать, в партнерской программе. Давай попробуем, скажите так, давайте попробуем отбить твои там вот эти 10 долларов, бешеные деньги, которые ты вложишь за там, за неделю хотя бы, да. И когда вы им поможете, они отобьют эти вложения, потом просто уже сфокусируйтесь на том, чтобы они тоже смогли пригласить 5 своих уже знакомых. То есть это если у вас совсем нет никаких там подписных баз, нет у вас там канала на YouTube, хотя вы должны уже его создать. И можете, кстати, показать уже вот это, вот это видео мое своим людям, да, то есть показать им первый урок, первое видео. То есть если мы зайдем сейчас на мой YouTube канал, давайте это сделаем. То есть вот заходим в видео. Так, главное давайте так. Главное. И вот здесь мы видим, да, вот они, загрузки. Отчет номер 1 и отчет номер 2. Вот два видео. Можете им также эти видео показать. Пусть они посмотрят и примут решение. Не надо, конечно, им кричать, что это суперпроект. Кстати, вот не надо никогда об этом, как бы так, о разных проектах говорить, что это суперпроект, там все, вы там станете миллиардером. Не надо, спокойно, просто скажите, давай попробуем, 10 баксов надо вложить и попробуем заработать хотя бы там в ближайшую неделю 15 баксов. Давай попробуем. То есть риск минимальный, возможности отличные, если получится. То есть не нужно кричать, что это суперпроект, это реально напрягает. Я думаю, вам бы я сейчас начал тут кричать, это суперпроект, ну вы реально бы сами там шарахались. Не нужно этого делать. Если же у вас есть база подписчиков, уже как у меня, то вы знаете, что вам делать. Просто напишите обзор, отчет, покажите вот этот, сошлитесь на меня, покажите, что вот у меня вот такие результаты и покажите свои результаты. То есть просто будьте честны со своими людьми, со своими подписчиками. Но это если у вас есть база. Если базы нет, пересматривайте этот урок и применяйте те рекомендации, которые я вам даю. Дальше. Обязательно помогите своим людям, которые уже зарегистрировались здесь и помогите им пройти дорегистрацию. Потому что у многих возникает проблема именно, чтобы дорегистрироваться. Смотрите, вот если мы зайдем сейчас статистикам, то есть мы видим здесь сейчас вот этих людей, и они на самом деле не дозарегистрировались. Видите, они остановились на втором шаге, добавление контактов, добавление контактов. То есть эти люди, они не добавили контактов по какой-то причине. То есть у некоторых людей не получается это сделать, потому что они немножко делают неправильно это. То есть там открывается окно, нужно нажать добавить в друзья. Не только здесь на этом сайте нужно нажать добавить в друзья, но еще и перейти на страничку ВКонтакте этого человека и там еще нажать добавить в друзья. То есть два действия, два раза вы нажимаете друзья, добавить друзья здесь, переходите на страницу ВКонтакте, нажимаете добавить в друзья еще на той страничке. И тогда вы можете пройти дорегистрацию. И вы это также говорите своим людям, которые начнут по вашей ссылке регистрироваться. У меня просто их здесь, конечно, много, больше, чем у вас. Именно те, кто не пришли до регистрации. Я еще не успел с ними, со всеми связаться. Но чтобы с ними связаться, вы можете им позвонить. Вы можете позвонить на телефон, вы можете позвонить ему на скайп. Вы можете написать, естественно, сначала ВКонтакте. То есть, вот я, например, вижу, что у меня человек сейчас не прошел до регистрации. Я нажимаю сейчас на ссылочку в странице ВКонтакте. Вот, вижу, что у человека не получилось. Я ему пишу письмо. Привет. Вижу, у тебя не получилось дорегаться. Давай, помогу. То есть, вот что-то такое. Можете, конечно, еще написать дорегаться в системе. То есть, потому что люди, некоторые, могут не понять, о чем речь. Если особенно вы их лично не приглашали, они откуда-то пришли непонятно уже откуда. То есть, например, из вашей рассылки. Поэтому нужно людям написать, да, то есть, дорегаться в системе топ-лидерс. Вот. Вот такое сообщение. Больше, в принципе, ничего не надо. И человек вам уже ответит сам. Так, вот этому человеку давайте так же напишем. Вот. Но я бы еще вам сказал, если бы человек, как бы, не... Еще вас не добавил в друзья, то можете пока ему это не писать. А то он нажмет, что это спам. Поэтому сначала добавьте в друзья человека. Дождитесь, что он одобрит заявку. А потом уже пишите ему это сообщение. То есть, я вот уже некоторых друзей своих знаю, вот здесь, которые добавлены. Они уже меня не добавят в спам, не скажут, что я спамщик. Но если человек еще не в ваших друзьях, то сначала просто добавьте в друзья. А потом уже... Ну, как видите, человек меня тут уже публиковал. Значит, он меня знает. Он не нажмет, что я спамер. Что я без его согласия. Сейчас посмотрим этот человек. Этот человек у меня в друзьях. Значит, я могу ему сразу написать сейчас такое сообщение. Вот. Давайте здесь посмотрим. Этот человек не у меня в друзьях. Поэтому давайте я... Добавлюсь к нему в друзья сначала. Так, здесь. Тоже не в друзьях. Просто добавлюсь в друзья. То есть, видите, на самом деле ничего сложного. Вы просто начинаете с людьми диалог. Нормальный человеческий диалог. Они проявили интерес. И вы им начинаете писать. Помогать. Хорошо, я думаю, вы поняли схему. И также вы можете, когда человек уже добавится, активируется в системе, вы уже можете с ним взаимодействовать через переписку ВКонтакте. То есть,